Ситуация, которая сложилась в футбольном клубе «Волна», давно требовала такого пристального внимания и всестороннего обсуждения. За два последних года в своей копилке команда заимела все-таки больше поражений, чем убедительных побед. Вопреки ожиданиям болельщиков, у команды не выходила красивой игры. Разумеется, это влекло за собой неудачи на футбольном поле и разочарование. В сезоне клуб испытывал кадровые проблемы и финансовые трудности. Команда получила материальную помощь от исполнительной власти. Из бюджета выделили миллиард 300 белорусских рублей. Также поддержали материально команду и спонсоры городские предприятия, перечислив 2 миллиарда белорусских рублей. Возникает вот вопрос, а в коня рекорд, потому что эти 3,5 миллиарда – это тоже немалый день. За эти деньги можно целую улицу Брески сделать. Пока ответа нет, как действовать дальше и как работать. Команда оказалась в весьма непростом положении, вылетев в лигу рангом ниже. Считаю, что руководство клуба господина Тиленко нужно оставить в клубе и дать ему возможность проявить себя контрактом хотя бы на два года. Потому что за год это, как он писал, на интернете нету стимула, можно так сказать. Помните, около суббольной финты того же Лесюка и Шрейтера. Вроде бы все решалось, ушли. К сожалению, на сегодняшний день спорт, особо игровые виды переходят из области соревнований территории людей в полный соревнований денег. Поэтому где больше заплатили, туда и пошли. И поэтому даже если наши сейчас играют хорошо, то день гарантия, что они останутся в волне. Они пойдут тот же Баттер, тот же Баттер, кто их еще куда пригласит. Такой баллончик пошел, уже Россия оказалась. Это значит, что команда должна играть впервые. Потому что уровень соревнований второй лиги, это намного выше, чем уровень соревнований первых. В большом собрании участвовали все, от мэра до болельщиков. По мнению старшего тренера Вадима Беленко, а такие футбольные народные вещи помогают лучше разобраться в ситуации, приняв во внимание мнение всех заинтересованных сторон. Однако есть и некоторые нюансы. Например, сроки заключения контрактов. Вот у нас на сегодняшний день в клубе так происходит. Контракты на год, сейчас у нас команды нет. Они все контракты закончились, все ушли. Искать новые варианты. Я говорю, на зиму некому задание из игроков дать, чтобы он как-то отпуск свой провел, не сильно путь за отросток. Некому дать, потому что их никого уже у тебя нет. Значит, здесь никаких традиций, никакой преемственности, никакого выигрыша во времени на следующий сезон этого ничего не имеет. Естественно, конечно, каждому клубу хочется, чтобы он этих игроков у себя вместе здесь, в своем городе растил. И вот здесь дальше такая вилочка. А его забирает «Динамо», его забирает «Спартак». Но его забирают только тех, кто соответствует. Но мы ведь очень много теряем людей, которые соответствуют для волны. И они даже до волны не доходят. Почему? Потому что в этот клуб нет пока заверия. Он не привлекательный, этот клуб. Это третий по счету сезон за последние 20 лет, когда команда терпит по итогам чемпионата полный провал. Футболисты старались, но сил для того, чтобы конкурировать с другими клубами явно не хватило. Исполком не имеет морального права оставить футбол без внимания. В следующем году однозначно будем поддерживать и городские соревнования, которые будут проходить. Вот эти все пометочки, которые сегодня вы говорили, конечно, тут придется больше клубу работать, Александру Федоровичу, как куратору этого направления. Насчет денег, легко, конечно, сказать. Пусть там кто-то даст, надо найти спонсора, инвестора. Не так все просто. Очень все не просто. Сегодня у каждого руководителя сзади коллективы. Надо вкладывать деньги в производство, в обновление основных фондов, технологий. Потому что через 10 лет не будет этого предприятия, если туда деньги не вкладываются. И так получается, что футбол действительно как привод Александр Федорович. Мы сделаем все для того, чтобы поддерживать футбол. Мэр города Андрей Мулярщик взял решение вопросов команды под свой личный контроль и заверил, что они без внимания не останутся.